здравствуйте всем с вами stalker и это очередной блог я иду в чехию ну и то что там будет интересное я вам покажу засниму вкратце хотелось вам сказать почему я называю это именно блог они влог как называют все раньше это называлось именно блогом когда еще был текстовый блог потом был видео блог но сейчас по-новому модному называют влог но я привык называть как по-старому блок так и называю но в общем все как говорит известный блогер дмитрий гордей готовьте чайку погнали машину мы поставили на платную стоянку это как я посмотрел в гугле национальный музей и около него фонтан и здесь мы рядом поселились после тут еще какой-то памятник он только он сзади может быть потом спереди покажу его вот этот памятник уже с этой стороны с внутренней сейчас мы были в кафе уже покушали сейчас идем в свой хостел спать ну а завтра будем смотреть достопримечательности и я вам покажу то что будет там интересно и трава и тут такие же как и в украине мы в россии может быть тоже такие присутствуют ничем не отличаются вот уже около 12 сейчас найдем центр города по карте смотрим достопримечательности правда что-то тут шумит сейчас данный момент решили мы пойти пешком так как здесь не очень недалеко и сейчас идем ладно сейчас найдем тогда покажу что там будет интересного вот шли 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 правда еще не дошли ну вот мы что и вот что я увидел вот это ворота тоже красивое здание вот я уже на этой площади вот храм здесь часы но к сожалению сейчас еще не час дня потому часы не бьют тут лошади наверно даже можно у них покататься на этой карете памятник ну и вот так вот это все площадь выглядит памятник ну и вот так вот это все площадь выглядит ну и вот так вот вот так вот Продолжение следует... 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 ёпта лада копейка даже присутствует модельки различных мотоциклов даже носу пусинки и машинки вот если я сейчас вам покажу не очень-очень маленький даже вообще это крошечные крошечные модельки машин тут сильно интересное не будет это уже него инсталляция все сделано из лего хотя вот фанатам него заценят самолеты из лего и дома из лего и все в таком духе и даже есть мини и корабли вот здесь я нашел моделей которые сделаны из бумаги просто низ маги картона такие вот можно так сказать подделки мы в принципе все уже конец а тут еще показано как подземной расположены поезда можно нажать кнопочку и просто звонится вот здесь это дополнительная лампочка и инспекция вот все и здесь обошел а потому все это дело выглядит то что смог там показала интересная ну как-то вот так и так приехали мы метро почти до конечной и сейчас будем искать очередной монастырь почти мы до него уже доехали как отличается город то был старый а сейчас мы видим практически современный обычные панельные дома и рамвай такой же как и в украине ну и вот очередной монастырь приехали посмотреть это тыльная сторона вот так сказать там вот два озера одно и там еще одно второе ну вот и подошел концу блог и как я делал раньше в конце итог так я и в этом блоге хочу тоже сделать итог в целом о чем сказать мне понравилось в праге что конкретно понравилось не могу сказать можно так сказать что все в целом мне понравилась вся архитектура я конечно не очень сильно люблю старую архитектуру люблю больше новую но это мне архитектура все равно понравилось местные люди они говорят на своем одном языке он похож немного на польский но немного схожие слова старшее поколение знает немного русский язык вот допустим я жил в хостеле был заведующий буду так его называть хостелом такой же пожилой мужчина он знал немного русский язык еще какое-то количество местного народа знают английский язык очень много приезжих людей те которые здесь живут работают также которые приезжают смотреть экскурсию их можно встретить на площади метро который разговаривают на русском языке это могут быть и украинцы россияне и белорусы понятное дело это туристическое место такой народ конечно же тут будет оценку за 100 бальной шкалой я могу поставить 80 баллов вот так не понравилось в праге конечно же я понимаю что я снял не очень много можно было снять конечно и побольше для вас но вы же понимаете то снимал был для вас много тогда бы увы бы я не посмотрел бы той архитектуры я не насладился ей пришлось жертвовать роликом получилось как-то это все скомкано я конечно же понимаю и в следующий раз когда куда-то еще буду ехать буду снимать для вас побольше но в общем все с вами был стокер не забывайте подписываться комментировать ставить лайки также заходите на мой основной канал здесь также заходите на канал лайв ну и заходите на мой канал с нарезочками интересных смешных роликов академия юмора в общем все с вами был стокер всем пока до следующего видео